друзья всем привет меня зовут татьяна вы на канале и губи фелтинг и сегодня я предлагаю вам сделать вот такую вот брошь в виде виноградной лозы которая делается в технике шибари это очень простой очень интересный урок для начинающих но и для опытных мастеров здесь есть чему поучиться итак что такое шибари вот это изделие выполнено в технике шибари у меня было одно платье которое мне не нравилось и я сразу испробовала на нем все 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 возможные техники шибари то есть какие-то пуговицы здесь я приваливала где-то я приваливала вот круглые вот такие вот бусины вот прекрасное место для них какие-то фрагменты я зашивала это вот так вот это вот фрагмент зашиты различными виды видами стежков вот здесь вот зашитый фрагмент и на этой стороне также есть вот объемные шибари здесь я делала просто маленькие вот такие вот узелочки при помощи резинок здесь также вот делала какие-то полости только получается в обратную сторону и вот этот образец то лежит у меня уже достаточно давно я смотрю что с ним можно сделать а какие тут элементы мне нравились больше какие-то меньше давайте с другой стороны посмотрю то есть шибари это техника которая двухсторонний вот видите с обратной стороны там где у меня были выпуклости у меня получаются вот такие вот в пуклости наоборот и там где были наоборот в пуклости получились выпуклости вот такой вот образец и сегодня мы сделаем с вами брошь в технике шибари в виде винограда виноград у нас это вот такие вот какие-то скопления округлости да можно сделать их при помощи бусин но сегодня я хочу попробовать сделать вот эти выпуклости при помощи синтепона потому что все таки когда мы вытаскиваем с вами тот элемент который мы с вами использовали в качестве объемного декора он имеет вот такой вот все таки мягкую структуру мне хочется чтобы ягодки оставались достаточно плотными и жесткими и поэтому мы с вами будем использовать синтепон можно использовать обычный синтепон который разновес продается у меня просто листовой и для этого я отрезаю полоску синтепона и что делаю дальше отрезаю некоторый фрагмент и сворачиваю его превращаем в условный шарик да то есть и смотрю будет ли меня устраивать вот такого размера бусина но не забывайте что это внутренний ее объем то есть у нас еще с вами будет слой шерсти и то есть я понимаю что в принципе вот такой объем бусины меня устраивает вот смотрю на тот кусочек синтепона который я отрезала и немного какие-то чуть побольше кусочки отрезаю потому что все мы знаем что некоторые ягоды в грозди чуть крупнее некоторые чуть мельче поэтому отрезаю как фрагменты синтепона немного разного размера и теперь вот эту часть будем раскладывать с вами при помощи шерсти австралийского мериноса сами ягодки будем делать вот таких фиолетово-нижевич на бордовых оттенках немного возьму синий может быть даже где-то а вот в этой верхней части будем использовать с вами зеленую шерсть хаотичном порядке раскладываю свою шерсть у меня шерсть уже достаточно старая немного подваленная поэтому ее очень удобно раскладывать облачками раскладываю в хаотичном порядке смешивая цвета как будто рисую красками синий цвет переходит бордовый бордовый в ежевичный сверху возможно какие-то цветовые пятна и акценты светло-сиреневой шерстью если чувствую что слишком ярко например синяя шерсть прикрываю ее облачками бордовой шерсти и сверху делаю плавный переход от фиолетовой шерсти к зеленой в основу беру темно-зеленый оттенок шерсти и тонирую немного светлыми фрагментами шерсти и в какие-то участки добавляю самый темно-зеленый оттенок чтобы создавался эффект света и тени когда у нас готова основа из шерсти продолжаю тонировать ее и создавать более красивые цветовые переходы при помощи волокон вискозы раскладываю их не облачками растягивая в тонкие паутинки а в какие-то такие прожилки и сгустки также у меня есть шелковые нитки для вышивки они выглядят также как обычный швейный только сделан из стопроцентного шелка и добавляю их в раскладку создавая также некоторые блики и оттенки они будут красиво поблескивать при дневном свете когда меня устраивает визуальная картина моего декора перехожу к валянин добавляю мыло тепленькой воды и моя задача тщательно прижижать весь мой декор можно делать это руками можно вибро шлифовальной машиной я очень тщательно обработала свою раскладку вибро шлифовальной машины что вот ничего никуда у меня не отваливается и сейчас полотенцем максимально сильно подсушу свою раскладку берем наш тентепо и будем формировать ягодки итак конечно же самые большие ягодки у нас будут находиться вот здесь начинаем скручивать из центра немного наш синтепон пострепался и берем кусочек синтепона подкладываем его вот сюда плотненько утрамбовываем и перевязываем резиночкой вот первая наша ягодка готова берем следующий кусочек синтепона также его сворачиваем и вот в какую-то следующую складочку размещаем плотненько делаем юбочку и закрепляем резинкой и продолжаем том же духе моя задача сформировать красивую гроздь из всего сине-фиолетового фрагмента при фильтр до самого низу в центральной части делаю более крупные ягоды внизу ягодки уменьшаются в самом низу будут самые маленькие ягодки и вот здесь как раз одна маленькая поэтому разрежу кусочек синтепона еще напополам и вот из этого фрагмента сформирую крайнюю ягодку и итак вот смотрим на виноградные гроздочки в принципе у нас все то же самое теперь давайте вот из этой штучки сделаем тонкую ниточку мы ее скрутим потом сделаем из них вот этот усик как при помощи которого виноград у нас будет крутиться вот эти вот петелечки сделаем так вот здесь визита вот большого листа сделаем большой лист так сделаем листок здесь делаем листок так пока что давайте немного поваляем потому что нужно посмотреть как будет усаживаться наша брошь добавляем воды и мыло так и теперь наша задача достаточно сильно все вот это увалять итак наша задача теперь тщательно все свалять усики нужно утереть икеевскую пупырчатую пленку чтобы они стали кругленькими также свалять тщательно листики будем притирать их руками на пупырчатую пленку и самими листиками о пупырчатую пленку и конечно нужно провалять наш вылок между ягодками подлазим пальчиками и как бы в трещинке протираем пальчиками между ягодками чтобы там войлок свалялся тоже очень хорошо когда наш вылок плотно свалялся никуда ничего не ерзает не отваливается все надежно сцеплено и практически никуда не растягивается осталось только сформировать нашу гроздь и листики немного растягиваю ягодки в длину и в ширину чтобы между ними образовался некоторый воздушное пространство чтобы грозь выглядела более естественно чуть позже вот так мы закрутим с вами наши усики на карандаш они высохнут в этой форме и запомнят ее ягодки растягиваем в ширину в длину придавая грозди ту форму которая нас устраивает и теперь нужно сформировать лишь листики с обратной стороны вот так выглядит наша брошь одним из листочков мы прикроем вот так нашу изнанку чтобы красиво все было вот на этот листик грубо говоря мы положим нашу гроздь вот так живописно выглядят наши ягодки наши ниточки как прожилки на шкурке ягодки выглядят я наметила акварельным карандашом наш будущий листик который мы сейчас с вами вырежем взяла красный контрастный карандаш и просто на мокром войлоке нарисовала очертания будущего листа и теперь ножницами придам необходимую форму ориентируясь на рисунок вырезаю форму листа формирую жгутики если мне это необходимо излишние фрагменты отрезаю и формирую желаемую гроздь чтобы сформировать будущие усики я намотаю их на обычную шариковую ручку или на карандаш можете закрепить это обычным скотчем до полного высыхания я просто передвину свой усик под колпачок и кончик колпачка прижмет как раз мой усик все эти усики я закручиваю маленький можно завязать в узелок если его невозможно намотать на карандаш и оставляю их до полного высыхания вот так выглядит моя брошь все-таки я смотрю и думаю что вот этот нижний листочек я уберу я его просто срежу вот так выглядят наши вот так выглядят наши бусинки и вот такие у нас листики осталось только пришить заколку и вот кстати как выглядят наши усики вот как выглядят наши усики которые мы закрутили и высушили закрученной форме и вот верхний усик его можно вот так красиво выложить на сам виноград ну что ж буду пришивать заколку вот такая получилась брошь вот такие ягодки аппетитные милые внизу у нас еще ягодки недоспели вот здесь у нас усики которые цепляются за мой шакет вот такая милая брошь которая делается не сложно и будет прекрасным подарком какому-либо большому заказу среди ваших заказчиков вот так смотрятся шелковые ниточки при дневном свете они будут поблескивать а издалека создают живой блеск блеск